так ассалам алейкам все мои друзья все подписчики ассалам алейкам казахстан хочу сделать еще один значит короткий такой знаете обзорчик про десантников как они ездили соколовку к детям сиротам вот все это видео доступно в интернете открыто пожалуйста заходите смотрите и вот давайте начнем друзья вот кормят услышали на друзьям и горит ежегодно ежегодно какая-то годовщина видать в д в наверно день в д в наверно или что я не пойму короче это годовщина но еще раз давать прослушаем сиди с праздником 92 годовщина друзья мои что за 92 годовщина напишите в комментариях но дело не в этом дело в том что ежегодно ездят они туда в соколовку это вот северо-константскую область к детям сиротам то есть это десантники организовали здесь на севере общественное объединение союз десантников североказахстанской области и их беспрепятственно пропускает значит где в школы к нам по североказахстанской области детям сиротам пропускает и вот дальше вот слушаем что они там делают мы ежегодно ездим к нашим детьми и соколовку сегодня для них делаем мини-праздник застолье небольшое сейчас немножко в музей показали сейчас они кушают дальнейшие будут прогулка наверное по городу а дискотека будет? ну вот друзья видите устраивают дискотеки вот они приехали давай там пошла у них дискотека но я не буду на этом останавливаться потом после дискотеки значит здесь награждение идут восхваляют десантуру я вот одно не пойму что такого сделали десантники чтобы восхвалять их понимать вот советские войска вот войска дяди Вася ну пошел он там два года отслужил ну прыгнул там из самолета или столкнули его там спихнули с самолета и вот он жизни видать ощутил вот этот страх знаете и что всю жизнь теперь что теперь забыть не можешь как вот этот страх что ли что героическое я например три года служил на флоте не как вы два года и каждый год я говорю мы я же не бегаю не говорю что мы находились в океане в море в штормах боевых заданиях и любой момент могли утонуть ну я же не бегаю об этом по школам по детским сиротам к этим соколов что тут героического я вообще не понимаю вот этого знаете вот героизм десантников что он заключается потому что нацепить советскую вот эту форму потом бегать и я говорю как будто у вас что своих семей нету домов своих что ли где ваши жены где ваши дети лучше бы о них больше заботились я сам например скажу вам да я сам учился в школе в интернате но у нас слава богу воспитатели в советское время не подпускали к нам вот этих десантников никаких морячков никаких со страйбата вот это знаете слава богу я говорю спасибо моим воспитателям что у нас не подпускал не подпускали к нам этих дядей а здесь вот кто разрешил то разрешил и в конце вот давайте посмотрим накормили они детей потом даже устроили дискотеку потом повезли наш город по конституции прогулочка и в конце вот смотрите что самое интересное давайте включается обратно говорю значит видео свободном доступе вот порос батыр себя назвал то есть слово батыр неуместно я говорю но он нет тебя назвал батыром вот видите по городу они прогуливают по городу значит покупает им попкорны потом везут видите на автобусе лежит десантник видите лежит и целует чужих детей что это такое вот он вышел видите десантник что говорит обниматься будем нет ужас короче и устраивает обнималки видите что творит вот девушки видите стоят скромно вот что делать то мы идут обнимаются потом идут обнимаются вторая обнимает спасибо за поездку спасибо за поездку дай мне пора ну вот друзья вот такое значит у них идиллия происходит значит десантников и дети сирот и еще раз повторюсь ежегодно на какое-то там 90-летие какое-то непонятно чего в общем друзья напишите в комментариях что за праздник вот как он и говорит как на каждые 90 лет да вот сейчас давайте еще раз включу этот момент в виде праздник застолье небольшое сейчас немножко в музей показали сейчас они кушают сегодня у нас в связи с праздником 92 годовщины в связи с праздником 92 годовщины а ролик я так понял 7 месяцев назад был выложен то есть друзья напишите в комментариях что за годовщина 92 годовщина что это за праздник у десантников почему они я считаю нужно властям проверить что делает вот кто разрешил им ходить туда детям-сиротам ежегодно советской кокардой советская форма одежды вот это вот ВДВ я знаю это российские войска военно-воздушные войска военно-воздушные военно-десантные войска воздушно-десантные войска России что делают в казахских домах сиротов и почему они ходят вот советской кокарды кто вообще вот это в юстиции кто разрешил кто вообще за организацию эту значит зарегистрировал в юстиции я например вот ходил да хотел зарегистрировать солдаты кинесары но меня почему-то никто не регистрирует а вот их зарегистрировали почему значит у нас нет я говорю в казахстане ВДВ у нас нет у нас есть ДШБ насколько я знаю поэтому что делают эти молодые крепкие ребята то по школам ходят школы запускают то они ходят там в детские сиротам в Соколовку ездят ежегодно как он и говорит то есть видео находится в свободном доступе еще раз говорю вот 254 просмотра было 7 месяцев назад видео выложил Орыс Батыр вот такой есть значит ютубер в общем пишите комментарии ставьте лайки друзья с вами был Яргали и ассаламу алейкум арахмату лайки пишите комментарии ставьте лайки и помогайте развитию нашего канала финансами у кого есть какие возможности